Распространите это видео среди своих друзей и знакомых. Технология водяных батарей является наиболее эффективной технологией преобразования воды в полезный топливный газ. Этот газ называется гидрокси или газ Брауна. Технология позволяет осуществить электрическое разложение воды, электролиз, генерацию горючего газа по требованию. Концепция этой технологии впервые появилась около 15 лет назад в 90-х годах прошлого века. Такие исследователи, как Генри Пухарич и Юл Брауна продемонстрировали в опытах, что возможно резонансное разложение воды с минимальными энергетическими затратами. Получаемый газ называется по имени Юла Брауна. Наиболее громкую огласку новая технология получила после выдачи патент изобретателя Стэнли Мейеру на его водяную батарею по результатам испытания его устройства. Изобретение Стэнли Мейера показало неполноту современных теорий электролиза воды. Мейер продемонстрировал на опытном автомобиле возможность генерации топливного газа при помощи стандартного напряжения 12 вольт и очень небольшой силы тока. Генерируемого газа достаточно для полной замены обычного автомобильного топлива. Данный процесс по-прежнему рассматривается как невозможность с точки зрения современной науки. Как оперный певец разбивает бокал тоном и силой своего голоса? Он подбирает частоту таким образом, чтобы она была в резонансе собственной частотой колебания бокала, что и разбивает стекло. Это простой пример того, что сделал Стэнли Мейер. Он использовал ток высокой частоты, который совпадает с резонансной частотой молекул воды. Вода разлагается на газы из-за электромагнитной деформации молекул, где атомы водорода находятся под углом меньшим, чем стандартный угол молекулы воды в 105 градусов, что приводит к большей поляризации молекулы. Дополнительная поляризация воды приводит к большей силе взрыва, образовавшихся газов при их сжигании в двигателе автомобиля. Все детали происходящих батареи процессов на сегодняшний день неизвестны. Несмотря на это, многие установки промышленной сварки используют газ Брауна уже на протяжении более 25 лет, подтверждая его уникальные свойства. Когда подобные топливные технологии появились в 90-х годах, нефтяные мафиозно-правительственные группы предполагали, что после убийства Юла Брауна исчезнут и его открытия. Так же, как после убийства Стэнли Мейера и Генри Пухарича, исчезнет информация о водяных топливных батареях. Коррумпированные власти полагали, что после убийства этих трех изобретателей изобретения будут утеряны. На федеральном уровне нет законов, на деле защищающих интересы общества в распространении свободной и чистой энергетики. Современные законы не мешают крупным энергетическим корпорациям и коррумпированному правительству создавать политические и экономические трудности для реализации технологий свободной энергетики из-за своих узкоклавновых интересов власти и прибыли. Эти структуры могут просто купить патенту изобретателя и положить его на полку, чтобы не допустить его реализации. Это полностью легально. Несмотря на активное сокрытие информации, убийство изобретателей и противодействие, эти технологии активно развиваются и распространяются. Это стало возможным благодаря большому количеству инженеров по всему миру, открыто публикующих свои результаты для свободного использования общества. Организация Панацея БАКАФ является некоммерческим объединением специалистов по всему миру и ставит своей целью реализацию и распространение технологий свободной и чистой энергетики. Наши инженеры успешно повторили создание водяных батарей Стэнли Мейера по его патентам и опубликовали результаты и инструкции на сайте онлайн-университета организации. Почему результаты деталей конструкции были полностью обнародны в свободном доступе? Недавно аналогичная водяная топливная батарея была воссоздана новозеландцем Стивом Райаном, владельцем корпорации Биосфьюл. В 2005 году Стив продемонстрировал мотоцикл, работающий на воде. Мотоцикл и технология была продемонстрирована в новозеландской новостной передаче 60 минут. Топленные элементы Стива использовали каталитический процесс разложения воды на горючий топливный газ. Когда некоммерческая организация Панацея Бакав недавно спросила Стива о его технологии, он ответил, цитирую, На данный момент политическая и экономическая ситуация не позволяет сделать водяную топливную технологию доступной до широких масс. Сегодня существует сильное противодействие новым технологиям чистой и доступной энергетики. Стэнли Мейер умер от неизвестного пищевого отравления. Два других изобретателя также были убиты. Компания Exigen и Blacklight Power, плюс четыре другие компании, имеют работающую технологию водяных топливных батареек для генерации водородного газа в необходимых объемах. Очень интересная технология низкозатратного разложения воды была запатентована профессором Филиппом Михайловичем Конаревым из Кубанского аграрного университета России. Все обладатели технологий не в состоянии массово внедрить свои изобретения. Таким образом, как довести эти изобретения до широкой общественности? Публичный открытый доступ к подробностям технологий и деталям реализации устройств позволяют не ждать получения патента, не ждать производства продукта, не зависеть от инвестиций для применения технологий, не сталкиваться с отказами в раскрытии подробностей из-за интересов инвесторов. С таким подходом сдержать распространение новых технологий невозможно. Полное раскрытие деталей конструкции приведет к созданию многочисленных успешных работающих моделей по всему миру. Водяная топливная батарея Мейера может быть установлена на борту любого транспортного средства, как небольшое дополнительное устройство, питающееся от электрики автомобиля и позволяющее использовать воду как топливо. Взрывная водородная газовая смесь генерируется только в необходимом для двигателя количестве и сразу же сгорает двигатель, что освобождает от необходимости ее промежуточного хранения. Таким образом можно сжигать обычную водопроводную воду в любом двигателе внутреннего сгорания, турбине, форсунке или горелке. Смесь генерируется по мере необходимости в реальном времени без дорогой транспортировки сжатого или жиженного водорода, дорогих катализаторов и металлогидридов. Продуктом взрыва является водяной пар, который при необходимости может быть легко сконденсировано в радиаторе и повторно использован в двигателе. Эта технология подробно описана на сайте университета Панацея и готова для использования любым желающим с минимальным уровнем инженерных знаний. Университет объединяет сотни дипломированных инженеров, готовых помочь советам при возникновении трудностей в реализации. Распределенная группа инженеров активно работает над реализацией этой технологии в большом масштабе, неграниченной доступностью для всех. Все участники нашей организации открыты для сотрудничества в рамках некоммерческих исследовательских проектов. Мы организуем исследовательский центр, где множество аналогичных технологий может быть исследовано и воспроизведено. Детальная информация есть на нашем сайте. Мейер демонстрировал 1700% эффективности в его водяных батареях 17 раз, разлагая воду при помощи тока резонансных частот. Как батарея на ощупь? Батарея совсем не нагрелась, на ощупь прохладная. Давление 13,34 паскаля. Потребляемая мощность? Посмотрим на мультиметр. 5 вольт, 2 ампера, 10 ватт мощности. Это напряжение подается через альтернатор для ограничения тока. Работает как рассчитано. Технология водных топливных батарей нуждается в дальнейшем развитии. Потенциал ее огромен. Недавно реализация технологии водных топливных батарей Мейера продемонстрировала эффекты холодного электричества. Что такое холодное электричество? Эта технология запатентована Эдвином Греем в его двигателях рассеянной энергии. С помощью этого электричества Эдвин мог зажечь электрическую лампу под водой. Эдвин, как и Мейер, тоже был убит за свои изобретения. Мы в Университете Панацея считаем, что необходима социальная реформа для обнародования и реализации новых общественно полезных технологий, неограниченной чистой энергетики. Современные научные учреждения также могут получить пользу от сотрудничества с нами, но нам необходимы финансовые средства для выживания. На данный момент любой может собрать водную и топливную батарею Мейера по чертежам и инструкциям с нашего сайта. Распространите это видео среди своих друзей и знакомых. Субтитры создавал DimaTorzok